Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный. Сегодня у меня в обзоре китайские фигурки от компании Син по мультфильму Человек-паук Паутина Вселенных. Ранее у меня выходил ролик, тоже посвященный героям из мультфильма Паутина Вселенных, но только от компании Коруид. Это уже у нас компания Син, тоже хорошая компания, которая славится также своим качеством, своим разнообразием, но так или иначе у них иногда бывает какие-то косички. В общем, ребятки тоже не отстают от тематики, стараются быть на хайпе и выпускают свой тоже пак. Очень интересные мини-фигурки. Большая редкость для меня, но я купил все 8 мини-фигур. Купил их для того, чтобы собрать свою, естественно, диораму, которую я собираю. Если что, разговор они будут вот тут сверху, ссылочка, переходите, посмотрите на видео. Я собираю свою паучью диораму и думаю, что вот эти мини-фигурки плюс те мини-фигурки будут отличным для этого дополнения. В общем, ребятки не отстают, на волне хайпа тоже делают свои мини-фигурки, делают тоже такой потрясающий пак. У нас впервые в этом паке появились очень интересные шутеры, вот они. Ну и кого я взял? Пак состоял из 8 мини-фигурок и я взял все 8 мини-фигурок. Напомню, что ссылочка будет вот тут первая в описании. И, кстати говоря, ребят, с 31 августа YouTube вводит правило, что ссылки в описании будут недоступны. Так что подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте мою, на группу в Телеграме. Там я буду выкладывать все ссылки на мини-фигурки, которые у меня были в обзоре. Так что обязательно подпишись на Телеграм и ВК, чтобы не пропустить, во-первых, обзор, а во-вторых, знать, где приобрести эти мини-фигурки. Итак, кого же я взял? Кто был в этом паке? Так, это у нас первый, я вижу, это у нас индийский Человек-паук. Это у нас, собственно, пятно. Потом очень интересная такая необычная мини-фигурка. Это у нас японский Человек-паук, о нем мы поговорим чуть позже. Замечательная фигурка у нас Человек-паук 2099. Дальше у нас, это у нас спайдер-панк-паук, вот такой интересный. У нас Гвен Стейси, Женщина-паук. У нас сам Майлс Моралис, главный герой. И у нас еще одна фигурка, где-то я не говорил, где она. А, вот. И это у нас тоже Женщина-паук, это у нас Джессика Дю, тоже Женщина-паук. Их было много, вот еще одна. Мини-фигурки я брал на Алиэкспрессе, покупал их в сплатной доставке, чтобы пришли мне побыстрее, потому что первый пак, почему-то, который я заказал, мне отменил Алиэкспресс. В общем, я немножко, может, даже запаздываю с мини-фигурками, не совсем актуально, но все же. Не утомлю вас, вскрываем, смотрим их более внимательно. Итак, фигурки собраны, и я хочу вам сказать, что, как всегда, у Ксин та же самая проблема. Проблема в том, что сам пластик, он здесь неплохой, он на твердую четверку, то есть, если рассуждать о качестве пластика, именно, не знаю, о его, как бы, мягкости, о том, как приятно его собирать, о том, как двигаются руки, ноги, он хороший. Пластик сам по себе хороший, реально хороший. Но проблема пластика от компании Ксин, именно, наверное, вот этих в гранулах, я не знаю, по какому там коэффициенту рассчитывать, или как правильно сказать, люди, которые разбираются в пластике, профессионалы, если такие смотрят мой обзор, пожалуйста, напишите в комментариях, но именно вот красный пластик, да не только красный, именно какие-либо темные оттенки, у них получается плохой. Видимо, гранулы, из которых делают пластик, пластик, вот эти отливки мини-фигурок, пластик делают из гранул, если что, они не самые, может быть, качественные. И вот красный цвет, темные цвета какие-либо, они здесь плохие, они, знаете, они как томатные, что ли. Именно вот его отливка, они на такой не очень хорошего цвета, и именно на вот эту отливку, именно у Xin, принты очень плохо ложатся. То есть принты выглядят очень дешево, выглядит это очень дешево и не очень хорошо, и это именно заметно на вот таких ярких и темных цветах, то есть на Человекопауках это очень хорошо заметно, это я уже давно приметил, Xin, и на темных цветах тоже очень хорошо заметно. Но в чем большой плюс данного пака, это в том, что вообще Xin радует таким разнообразием, они выпустили реально прикольные фигурки, Все мини-фигурки мне понравились, они очень крутые, очень хорошая детализация у принтов, и, что самое главное, очень крутые здесь появились. Паучьи и шутеры здесь реально очень крутые, то есть появилась вот эта новиночка, мы ее сейчас отдельно рассмотрим. Она реально крутая, она смотрится, ну, вообще круто, очень интересно, это очень свежая идея в китайском аналоговом конструкторе, это очень круто выглядит. Что ж, не буду вас тромить, давайте мы рассмотрим всех этих героев более внимательно. Первая мини-фигурка это японский Человек-паук. Основана на телесериалах в Японии о супергероях в жанре токусацию от компании ТОИ. Надеюсь, я все правильно сказал, если нет, то попросите меня в комментариях. В общем, интересная такая мини-фигурка, сразу видите, о чем я говорил ранее, то есть принты именно на отливку на пластик плохо легли, выглядит это не очень, выглядит это дешево, но сама идея, самореализация, он, естественно, похож вот именно на японского вот этого Человека-паука. Принты у нас здесь на 360, видите, полностью все пропечатано. Интересно, у него дизайн принтов, на самом деле, такой, знаете, ну, необычный. В стиле 90-х немножко, можно быть, даже сказать, упоротый, что ли, но это именно дизайн. И давайте сразу мы рассмотрим новый паучий шутер. Я рассмотрю его отдельно, только на этой мини-фигурке, потому что у всех остальных он один в один, отличается, разве что вот эта вот деталька, которая крепит наш паучий шутер. Она разного цвета. Итак, как это выглядит? Вы видите, прекрасно, что у нас здесь вообще отдельная вот такая новая рука. Рука у нас выглядит как знак козы, рок, е-рок, но вообще это типа у нас он так стреляет, паук, Человек-паук у нас так стреляет. Выглядит это вот так прикольненько на самом деле, выглядит это прикольно. И у нас тут типа тут паучьего веб-шутера, из которого происходит у нас как бы у Человека-паука, он стреляет с помощью шутеров. Все Человеки-пауки, кроме Человека-паука, а то и Магуайра. В общем, вот такая вот специальная деталька, вот с таким вот небольшим креплением. У него специальная такая вот засечка здесь имеется, чтобы у нас четко как надо сел шутер. То есть не все так просто, тут еще нужно попасть, и это на самом деле стоит такого особого усердия. Но выглядит, ребят, выглядит это все вместе очень клево. Шутер представляет из себя такую паутину, которая расправляется и скоро настигнет своего врага. Конечно, смотрится это немножко нелепо. То есть у нас обычная фигурка, лего-фигурка, которая имеет стандартную форму руки, к которой мы все привыкли. И тут как бы, ну, человеческая пятипалая рука, и выглядит это нелепо. Возможно, может быть, стоило им сделать отдельную такую деталь сразу с литником под руку, чтобы можно было просто прицепить, ну, как это делают леговцы, только с помощью деталей систем. Но выглядит вот так, интересно, это свежо, это новый взгляд, я считаю, определенно. Новый взгляд на мини-фигурки, на их детали, выглядит интересно. Следующая мини-фигурка это пятно. Но я честно вам скажу, что пятно от Круит мне больше понравилось, чем от Сина. Видите, что здесь пятнышки, не знаете, ну, прям как размазанные, что ли. В фильме, по-моему, так не было, их тут достаточно много, мы сейчас чуть позже сравним с пятном от Круит. Но особо примечательного в этой мини-фигурке ничего нет, кроме того, что из аксессуаров у него типа якобы пятна, три штуки, как и у Круит, и голова Майлз Моральза именно в костюме. Сравнение фигуркой от Круит справа, слева от Сина. Ну, не знаю, мне как-то от Круит больше нравится, может быть, пятна не такие копийные, их поменьше, но как-то, что ли, нормально более смотрится. Тут как-то, ну, размазан, знаете, как будто просто так принты накидали на него, и все. Ну, а так, ну, особо тут сравнивать-то и нечего, фигурка как фигурка. Следующая фигурка Паук Панк, он же Хобарт Браун. Интереснейший персонаж, очень рад, что он появился в Паутине Вселенных, и очень интересная имя фигурка. Богатая на принты, безусловно, но вы сами видите, что снова тот же косяк, который будет повторяться у всех, на самом деле, фигурок, кроме нескольких. То, что вот на красном пластике не очень смотрятся принты. И откровенно они смотрятся не очень, как-то, ну, слишком дешево, правда, смотрятся. То есть, это косяк производителя вот такой. Очень крутая мини-фигурка, богатейшая на принты. Принты здесь, естественно, на 360. Они очень детально отображают все, все интересные моменты мини-фигурки. Крутая куртка с крутым принтом. Также вот эти рокерские наклепки. И, кстати говоря, вот именно ему, именно ему, у него, естественно, есть тоже паучий шутер, как у всех других пауков, но именно ему, именно коза, вот это она больше, наверное, подойдет. Давайте ее поставим. Слушайте, ну да, ему она прям идеально подходит. Наверное, так и оставлю мне фигурку, но реально очень атмосферно, и шутеров ему никаких не надо. Из аксессуаров у нас дополнительно здесь вот такая гитара, которая имеет тоже принты рокерские. У фигурки имеется вот такой эрокез, я его не полностью до конца одел, если что. Вот, очень прикольненькие у нас принтики на торсике, тоже атмосферные. У нас курточка, джинсы такие кожаные, наверное. Фигурка повторяет свой оригинал из мультфильма, но очень жалко, что у него не положили дополнительное лицо и дополнительное прическа, потому что герой в мультфильме все-таки себя обезличил, и было бы прикольно посмотреть именно дополнительно еще на его лицо. Но фигурка тоже очень крутая. Следующий у нас паук индийский, настоящее его имя Павитр Прабхакар. Надеюсь, правильно проговорил, если что, простите. И вы видите тот же самый косяк, я буду говорить из раза раз, то есть на красном вот этой отливке, на красном пластике, не знаю, но не очень смотрятся принты. Очень здесь жалко, здесь особенно жалко, потому что фигурка и вообще персонаж фильма получился мега красочным, каким-то очень интересным. Но так или иначе принты реально детальные, стоят своего внимания и, естественно, повторяют свой оригинал из мультфильма. Очень прикольно, что ему именно здесь отобразили ноги, и именно ноги здесь у нас пятипалые, руки-то у нас вот такие, а ноги прям как у человека настоящего. Но все равно прикольный респект за это, они же там индусы типа ходят без обуви. Очень прикольная у него национальная одежда, все раскрашено под него. Не радует меня отливка, отливка волос, потому что она некачественная получилась. Прикольно, вот здесь браслет вот этот отображен, может быть это и шутер, но вообще классический такой индийский браслет, татуировочка какая-то, либо еще что-то. Вот такой у нас символ индийского паука. Волосы отливка не радуют, конечно, но не радуют они, наверное, потому что черно-пластиковый какой-то говенопопопался, потому что у Гвен Стейси такая же прическа, и она там хорошая получилась. Вот такой прикольный персонаж. Следующая очень прикольная и крутая мини-фигурка, были большие на нее ставки, к сожалению, немножечко запороли ребятки ее, это проблема из-за пластика, повторюсь, и это Человек-паук 2099. Я надеюсь, его все знают, и знают его именно в Рунете, благодаря, конечно же, Spidey 2099, очень прикольный чувак, привет ему, если он смотрит этот обзорчик. Неимоверно крутая мини-фигурка по крутым аксессуарам, но с косячными принтами, принтами на темном пластике. Как я говорил ранее, вы видите, что именно принты, которые на вот этом темном литнике, отлитом пластике, темно-синем, они не очень смотрятся. Детализация неимоверно крутая, очень хорошо не повторяет костюм, видите, как он переливается, но смотрится это все очень плохо. Первое, что я хочу, конечно, выделить, это паучий шутер, я его здесь специально поставил, потому что он здесь другого цвета, вот такая вот паутина у нашего Мигеля Охара, если что, его так зовут, я, может быть, не упомянул в начале. Очень тоже прикольно, именно на нем круто смотрится, именно этот цвет, очень. Потом лицо, лицо неимоверно копиное получилось, на мой взгляд, очень похоже, но с одним большим минусом, это с цветом кожи. Мне кажется, что он в фильме, конечно, уже был чуть более смуглее, чем здесь, но здесь слишком такой белый цвет, слишком белый. Очень круто, что прическу правильно положили, прическа реально ему подходит. И самое главное, это, ну, плащ Человека-паука этого, посмотрите, какой он, он здесь из такого вот пластика, это, наверное, самый точный китайский плащ, который подходит для этой мини-фигурки, потому что у Круит скоро выйдет, ко мне придут мини-фигурки, у них, по-моему, там тканевый. Сам вот этот пластик, он сделан из такого пластика, знаете, как бутылочный пластик, он не самый лучший по качеству, но вы видите, что на нем имеются принты, на нем имеется переливка. И вот именно ему он невероятно подходит, очень хорошо ему подходит, сочетается, конечно, может быть, качество, ну, качество не прямо вау, но, конечно, хотелось бы увидеть, как сделать это леговцы, да, но исполнение, за исполнение пятерочку и за то, что там есть принты, они там имеются, конечно, большой респект. Мне фигурка очень прикольная, но я думаю, что я ее совмещу с Курит, то есть делаю небольшой кастом. Лицо мне очень нравится. Не смог я отсоединить это лицо, слишком хорошо село, да и не буду, мне больше нравится с открытым лицом. Естественно, в комплекте шло лицо в маске и оно выглядит вот так, то есть принты у нас только вот здесь вот спереди и больше нигде, но также по цвету повторяет. Следующая фигурка у нас Майлс Моралес, собственно, самый главный герой этой мультивселенной, которая у нас происходит там. Фигурка меня расстроила, потому что у него был не совсем все-таки темный костюм, он немножко более темно-синий и Курит, в отличие от Син Попалева. Это потом выражение лица прикольное, но вот цвет лица, то именно вот цвет кожи, ну, слишком какой-то он, не знаю, ну, откровенно будем... Давайте говорить откровенно, слишком он поносистый, но не такой уж цвет лица у него был. И прическа, наверное, не слишком похожая. Если мы сравним с Курит, который представлен справа, то здесь попадание стопроцентное и вообще по тематике и по стилю и полностью он похож на героя из мультфильма. Тут у Син Промах. Просто обалденная Гвен Стейси, вообще, респект за это, офигенная мини-фигурка. Я видел у других ребят, кому уже пришли давно эти мини-фигурки, что кому-то она попадалась косячная, мне эта тетя-тетя-фу попалась нормальная. Просто у нее балдежное все, мне она очень понравилась, очень похожа на образ своего. Вы только посмотрите на это, принты, у нас тут талия, у нас тут костюм, у нас все в точности повторяет оригинал. Я надеюсь, ребят, вам видно, но, в общем, тут очень хорошие принты, они напечатали ей на волосы, они реально очень похожи. Очень нравится эта мини-фигурка, лицо невероятно похоже. Самое главное, это детали на этом лице, у нас, во-первых, два выражения лица. Посмотрите, здесь имеется у нее пирсинг, вот тут на бровке, очень похожая милая личка и вот такое у нас второе выражение лица, которое тоже так же повторяет оригинал. Ну, очень круто смотрится. Что у нас так же имеется? Конечно же, это полностью ее вся экипировка, вот так выглядит у нас полностью в одежде Гвен Стейси, скажем так. И ей зачем-то положили именно два паучьих шутера, не знаю зачем, но вот так она выглядит. Давайте ее сравним с Круит. Слушайте, ну вот так они выглядят, я даже и не знаю, немножко, может быть, спорно. Но мне, наверное, больше нравится здесь лицо, а также очень здесь хорошо подобраны именно ее ноги с кроссовками. Ну, может быть, торсик вот здесь получше, поинтереснее. Вот. По рукам у нас, в принципе, ну, почти то же самое. И сзади, в принципе, выглядят так, кстати. Сзади принты почти одинаковые, в отличие от переда. То есть здесь у нас она такая, знаете, боленькая, ну, пухляшечка такая взбитая. Здесь более стройная девочка, но прикольно, прикольно. И последняя на сегодня фигурка, это у нас Женщина-паук, одна из Женщин-паук, которая была вообще во всех вселенных, под именем Джессика Дрю. К сожалению, а может быть и к счастью, вообще в оригинале, в оригинале, в комиксах данная героиня была у нас белого цвета кожи. И костюм у нее был, на мой взгляд, поинтереснее, чем этот. Но у нас, конечно же, все в мире толерантно. И ребята, продюсеры, сценаристы, не знаю кто, дизайнеры решили сделать у нас темнокожую версию данной героини, не каноничную немножко, потому что она в комиксах реально белая. И сделали ее афроамериканкой, я против этого ничего не имею, если что. И вот так она у нас выглядела в мультфильме. Фигурка хорошая. Вот здесь, кстати говоря, именно красный пластик, он может быть здесь какой-то другой. Здесь по принтам вот реально все хорошо. Ну, сбоку, конечно, две полоски, трудно накосячить. А так вот на черно-красные принты хорошо легли. Повторяет она, естественно, с оригинал. Круто, что они не забыли, что она в фильме была беременна. То есть у нас тут имеется детализация, как бы обозначивающая животик. Фигурка так или иначе повторяет дизайн оригинальной Джессики Дрю из комиксов. По цветам и по каким-то таким отдельным элементам. Сумочка у нас здесь такая на ноге имеется. Принтик вот такой сзади. Повторяет у нас символ Человека-паука. И вот такая пышная афро-прическа. У нас, по-моему, здесь одно выражение лица. А нет, выражение у нас тут два лица. Вот такое с улыбкой. И вот такое немножко, ну, недовольное. Накосячила где-то Гвен Стейси, походу. Тоже фигурка хорошая, имеет место быть. Итак, ребятки. Это все мини-фигурки. Я, Мег, доволен, что купил. Пак интересный. Безусловно, я какие-то фигурки, наверное, сделаю кастом. Солью Скору Ивп, потому что кое-где какие-то элементы интересные. Но я рекомендую мини-фигурки. Но не все, не все. Наверное, Майлза не рекомендую. И Пятно, наверное, рекомендую. А все остальные крутые. Пока их другие компании не выпускали. Я точно рекомендую в коллекцию. В общем, пишите свое мнение обязательно в комментариях. Ссылочка на них тоже будет в описании. Так что переходите, покупайте. Подписывайтесь на канал, группу в Телеграме, ВКонтакте. У меня на этом все. Всем пока.